У меня складывается ощущение, что ты приезжаешь в Сыртывкар чаще, чем в любой другой маленький город. Чего это такое? Чего здесь? Природа, настойка на мороженке, тайная любовь? Почему у тебя такое впечатление складывается? Я еще второй раз или третий здесь. Да, но другие маленькие города каким-то образом... Подожди, ладно, Сыртывкар не такой уж маленький город. Сколько? 200 тысяч. Чуть больше, да. Уже чуть больше. Да нет, слушай, выходит случайно. Я каждый раз приезжаю по работе, но в принципе в прошлый раз очень понравилось, поэтому с удовольствием сюда приехал, когда появилась такая возможность еще раз. Не секрет, зачем ты приехал? Расскажи. По рекламному контракту с этим, с пиццей вашей, которая летала на квадрокоптере и еще что-то делала. Кстати, ну вот по поводу квадрокоптера, там же, ну значит запретили все это дело, прерванный такой полет. Правильно, конечно. Почему правильно? Потому что они это делают для того, чтобы их запретили. Так, а потом же они отстояли в суде, отменили. Это PR-акция. Они должны были, они для этого делали, для того чтобы их запретили, для того чтобы они потом отстояли, для того чтобы о них все узнали. потому что возможностей делать то, что они делали, у них нет. Это хорошая пиар-акция? Конечно, хорошая пиар-акция. Не считая того, что они теоретически раскачивают лодку и скоро вообще все полеты на квадрокоптерах запретят. Но, в принципе, эффект они достигли, конечно. Слушай, а вот на примере того же Федора Овчинникова, чего делать малому-среднему бизнесу в России, если это можно, какой-то короткий рецепт, как им жить-то сейчас? На его примере, я слышал, в Бостоне они открыли. В Бостоне, окей. Слушай, ты когда в прошлый раз приезжал, запостил, сделал две записи, плохой хороший Сыктывкар и запись плохая, плохой Сыктывкар, жуткий перепалов среди чиновников вызвал, они тут все забегали. Их всех посадили у вас. Нет, но это не из-за этого, конечно. Все из-за того, что разбитые тротуары, дороги, мусор, дворы ужасные попало, все это на федеральный уровень, очень многие люди увидели. Ты, как бы, собираешься в этот раз им что-то такое сделать, чтобы их... Да, там, знаете, у вас есть один жулик, я не помню, я про него рассказывал, не рассказывал, когда как раз в прошлый раз приезжал, и у меня была встреча в вашем этом университете. И там, по-моему, либо ректор, либо еще кто-то, женщина какая-то. Ее еще не посадили еще? Собираются? Ну, я не знаю. Мне просто сказали, у вас здесь всех, прямо всех собрались, вот. И она пригласила меня с ней пообщаться, и когда мы с ней общались, она меня спрашивает, а вы куда собираетесь вообще ходить? Я говорю, ну, просто пойду по городу погуляю, посмотрю какие-то районы. Она говорит, не-не, ну подождите, у вас же должен быть там согласованный список, куда вы пойдете. Я говорю, да нет у меня никакого списка. Не-не-не, вы просто так, вы приехали, просто так пойдете по каким-то непонятным улицам? Я говорю, ну да, я просто так приезжаю, просто хожу. Она говорит, не-не, подождите, а кто ваш куратор? Я говорю, какой куратор? Нет, слушайте, люди просто так вот в Сыктывкар не приезжают гулять, и тем более потом не идут просто так вот идти по всяким улицам непонятно. Такого вообще не бывает, и она не могла поверить, что я там просто так приехал, просто так пойду, и она пыталась мне навязать какие-то там туристические достопримечательности, куда ей непременно хотелось, чтобы я попал, и не дай бог не увидел что-нибудь плохого, потому что узнав, что у меня нет куратора, она решила меня взять под свое покровительство и защитить от всего плохого, что в Сыктывкаре по ее мнению есть. Вот, но это не получилось, я пошел, конечно, сам. Но очень смешная была дама, мне, конечно, она не зря переживала тогда. Так чиновников на всех не хватит, на всех приезжих, чтобы они контролировали. Слушай, а как раз по поводу достопримечательностей. Недавно Медуза сплывала в ТЭСПОРС в Сыктывкаре. После того, как у вас в Азарде пожил три дня? Да, 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 да. Проходил его? Нет. Давай два вопроса, посмотрим. Значит, Сидкыркащ, Сидкыркащ, чего это такое? Это булочка с клюквой, поселок в пригороде города, сельскохозяйственный инструмент или музыкальный инструмент? Сидкыркащ. Блин, интернет нет. Не надо. Да без понятия, слушай. Ну так, на суд. Булочка, поселок, музыкальный инструмент, сельхоз инструмент. Булочка. Булочка, да? Принесете булочку? Сидкыркащ, это поселок. Да? Сможешь выговорить? Сидкыркащ. Ну да, хорошо, окей. Ну и второй вопрос. Значит, какую замечательность садккарцы в народе называют бабу жарит каркозилом? А, это, слушай, это, подожди, это я знаю. Так, так, так. Это какое-то памятник здесь было? Ну да, вот именно какой имя. Ну я могу перечислить варианты. А, ну давай, да. Ну это памятник геологам, памятник газовикам, это Вечный Огонь или памятник жертвам политических? Вечный Огонь, да, там какую-то хрень они принесли на этот... Венок, да. Да. Окей. Окей. Ну и всё. Да. Ну вопросы. ampa